Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Декцер, приветствую всех, кто заглянул на мой канал. В данном видео я выполняю расклад по просьбе своей подписчицы, которая написала мне на фейсбуке. Донес на текущий момент крайне значима тема переезда, но я буду раскладывать арканы не только в контексте вопроса, а немножко об общем. Значит, каким образом мы построим с вами нашу работу? Первый аркан у нас с вами будет показывать, есть ли вообще необходимость в переезде. Что под этим подразумевается? В другой город, в другую страну, на заработки, с целью обучения, либо к молодому человеку, кто-то может хочет начать жизнь с нуля. В другую квартиру, в другой дом, в другое жилье, то есть неважно, покупаете вы, арендуете и так далее. В другой офис, в другое помещение, если вы открываете свой офис, либо каким-то образом пытаетесь развить свой бизнес на новом месте. В общем, все те моменты, которые каким-то образом соприкасаются с переездом. Вот сегодня мы и посмотрим. Работать я буду сегодня старого Несси. Думаю, уже известная вам колода по моим раскладам. Работаю я на прямых и на перевернутых арканах, напоминаю об этом. Те, кто не знаком с этой методикой, как говорится, Google помощь, можете для себя прояснить какую-то информацию. Я выложу всего 8 вариантов. Ваша задача расслабиться и посмотреть на ту карту, которая на вас, так скажем, больше всего приглянулась вам. Либо тот вариант, который вы заранее для себя озвучили, либо проговорили. Всего я буду выкладывать по 2 аркана. Первый, который укажет, есть ли необходимость в переезде. А вторая карта покажет, что вам принесет данный переезд. То есть, оправдает ли он ваши ожидания. Итак, я думаю, специфику нашей работы вы уже поняли. Ну, давайте смотреть. Итак, есть ли необходимость в переезде. И оправдает ли он себе переезд. Для тех, кто выбрал первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый. Сейчас, минуточку, минуточку пододвинем. Чтобы у нас все с вами помещалось в кадр. Так. Это у нас пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой варианты. Значит, при необходимости, если нам будет не совсем ясна ситуация, мы все с вами будем дополнять. Тянуть будем до уточняющей арканы. Пожалуйста, настраивайтесь на работу. Выбирайте тот вариант, который вам подходит. Будем смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Есть ли на текущий момент ситуация, вообще необходимость в переезде. Здесь падает восьмерка мечей. На текущий момент вы связаны по рукам и ногам рядом обстоятельств. То есть, либо времени позволяют, либо финансовые возможности. Ну, то есть, знаете, вот именно в рамках того периода, который вы себе озвучиваете, ну, не знаю, там, месяц, два, три, там, сто срок, которые вы себе поставили. Таковых, скажем, таковой необходимости нет. Либо просто это будет сложно реализовать. А что вам принесет? Переезд. Ну, по колеснице. Он состоится, но позже, чем вы себе планировали. И что вам принесет? Ну, исполнение желаний, движение вперед. Потому что здесь и падает сам аркан колесница. То есть, достижение тех целей, которые вы себе наметили. Не важно. Трудоустройство. Построение отношений, обучение. Либо просто переезд в новое, более комфортабельное жилье. Либо снятый офис. То есть, здесь однозначная ситуация вам благоволит. Для тех, кто у нас выбрал первый, простите, второй вариант. Если необходимость переезда, однозначно да. Тут вам падает и старший аркан мир, который указывает на эмиграцию. Это даже больше не из города в город, а из страны в страну. То есть, здесь назрели перемены, назрела такова необходимость. Что это вам принесет? Ну, вам и шестерка жезла. Мало того, что карта победы. Так это тоже карта переезда. Это сигнификатор перемещений. Причем для тех, кто выбрал второй вариант, эти перемещения будут крайне успешные. Крайне удачные. То есть, это даже сверх тех ожиданий, которые вы себе ставите, либо планируете. Вот второй вариант вообще крайне знаковый. Старший аркан, указывающий на эмиграцию. И есть шестерка жезлов. Поэтому, те, кто выбрал второй вариант, и сросли, грандиозные планы. Я вас здесь поздравляю. Для тех, кто выбрал третий вариант. Так, благоволит ли сейчас ситуация? Перевернутая семерка мечей однозначно нет. Объясню почему. Здесь либо могут быть у вас проблемы на границе, на таможне. Если кто-то пытается пересечь границу, в целом проблема с документами. Либо какие-то ложные предложения. Не знаю, в плане хорошего заработка, либо сулящих замечательные перспективы. Здесь вам стоит все хорошенько обдумать. У кого-то здесь в плане переезда может стоять вопрос возвращения к бывшему. То есть, задумайтесь, стоит или нет. Что вам принесет этот переезд? Пятерка пентаклей. Бедность, нищета, разорение, материальные потери. Если с позиции заработка, неоправданная работа. Если с позиции отношений, однозначно отношения, которые приведут к краху. Пустая трата времени, сил и растрата ваших ресурсов. То есть, здесь не важно, что это. Переезд с целью заработка, на обучение, либо возврат к партнеру, либо в целом желание съехаться с партнером, переехать в новый дом. Вот сейчас не время, однозначно могу вам сказать. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Есть ли необходимость на текущий момент в переезде? Перевернутый Паш Пентаклиев говорит нет. В первую очередь, это связано с вопросами финансов и нехваткой информации. То есть, чем-то вы здесь не владеете. Даже вот как так говорит, давайте посмотрим. Видите? Изучите все детально под микроскопом, да? Все аспекты, все нюансы того дела, которое вас волнует, либо интересует. Потому что не знаете вы здесь всех тонкостей и всех деталей. Хорошо. Что Переезд вам принесет? Паш Жезлов. Новые перспективы, новые возможности. Но только после того, когда вы будете хорошо подкованы. Особенно это касается все, что связано с документами, визами, билеты, не знаю, рабочие визы, туристические визы, вызовы, приглашения. Вот здесь сейчас у вас не идет нехватка информации. Например, не весь пакет документов собран. Поэтому здесь истой. Но по Пашу Жезлов эта ситуация для вас будет разрешена в кратчайшие сроки. Хорошо. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Есть ли необходимость в переезде? Здесь у вас падает перевернутая луна. Карта указывает на ситуацию иллюзий, самообмана. То есть вы здесь рисуете себе какие-то ложные идеалы. И на текущий момент необходимости в переезде нет. Что вам принесет этот переезд? По десятке Жезлов. Тяжесть. Обременительная, во-первых, либо работа, как тяжкий груз. Либо тягостное обучение, которое не в радость. Если это отношения, отношения, в которых вы будете постоянно копаться, но так и не докопаетесь до сути и до истины. Если в плане переезда в новый дом, ну, куча полубумажной волокиты. То есть здесь нет, нет и еще раз нет. Это для вас груз ненужных обязательств. Хорошо. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Благоволит ли ситуация? По четверке Жезлов однозначно да. Здесь указывает с целью создания семьи, либо с целью переезда в новый дом, отремонтированный дом, в новый офис, либо покупка дома. И что впоследствии перевернутая звезда. Не сейчас, в более отдаленные сроки, которые вы себе планируете. Но переезд здесь необходим. Просто, возможно, еще не пришло время. Здесь не все факторы учтены, либо решены. Сейчас даже дотяну, по какой причине. Тут Жезлов импульс есть, но пока еще не раскрыты возможности. То есть ждите удобного случая, и у вас все получится. Для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант. Благоволит ли ситуация? По королю мечей это может быть связано с работой. Это может быть связана с ситуацией. У кого-то депортация, у кого-то, наоборот, с целью работы. Идет оформление документов, рабочих виз, туристических виз. Либо в целом, по ряду каких-то законодательных причин. Что вам принесет переезд? По девятке Жезлов. Для кого-то это может быть защита. То есть это, знаете, уехать, переехать с целью закрыться, спрятаться от кого-то, от каких-то ненужных обстоятельств, гонений, преследований. Либо от ситуации, понимаете, которая для вас была тягостной и тяжелой. Я сейчас даже дотянусь здесь. Потому что, видите, здесь вы радуетесь происходящему. Вы закрыты, солнце вас обогревает. У кого-то это будет в первую очередь связано с бывшим супругом, по перевернутому королю Пентакли. Здесь больше идет ситуация, знаете, как спрятаться с целью какой-то физической и юридической защиты. Понимаете? Поэтому по перевернутому королю Пентакли здесь больше отыграется в формате личных отношений. Так, ну для тех, кто выбрал у нас восьмой вариант. Карт, если необходимость в переезде. Восьмерка жезлов сама об этом указывает, что да, есть. Это карта перемещения, карта переезда, карта перелета. То есть, однозначная ситуация назрела, назрели события. И что вам этот переезд принесет? А вот здесь, к сожалению, сказать вам не могу. Потому что Аркан Жрицы закрывает информацию. Вам знать это не дано. Потому что, зная это, вы тем самым можете нанести какой-то непоправимый вред, либо вмешательство в свою судьбу. То есть, ситуация для вас закрыта, либо еще не предопределена. Но то, что переезд здесь необходим, это факт. Так что, вот такие у нас вышли сегодня варианты. Я буду к вам крайне признательна, если вы отпишетесь в комментариях, как у кого проигрывается расклад. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч.